Верховный Совет Грузинской ССР 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 И люди, которые в сторону Бога стоят, и люди, которые стоят против Бога. И вот сейчас мы наблюдаем, что может быть даже и жил Саакашили в свое время, но сейчас новые силы собираются прийти в власти более агрессивным псевдолиберализмом, который мы считаем, что это погубно будет для Грузии. Мы наблюдали их нашествия на церкви, мы наблюдали, как они разрушили построенную церковь, мы наблюдали нападение на патриарха Грузии, на авторитетов грузинской православной церкви и так далее. И мы не допустим этого, и потому мы создали эту организацию. Мы и русский, я имею ввиду славянский этнос, древний славянский этнос и грузинский этнос, мы все просвещены светом апостольской миссии Андрея Первозванного, как Грузия, так и Россия. И поэтому, конечно, эта апостольская миссия соединяет нас очень крепко. И именно здесь мы должны искать вот в настоящее время перспективы развития нашего диалога. Я приветствую начало этого диалога и думаю, что мы сегодня, так сказать, об этом постараемся поговорить более конструктивно, нежели искать те аспекты, которые нас разделяют. Вы знаете, меня просто потрясает, насколько, что называется, иногда поведение политических элит наших обоих стран соответствует возрасту наших государств. Вот сейчас, как бы нам по 19 лет, и иногда, так сказать, бывают, так сказать, вот характерные для этого возраста резкие и однозначные высказывания. Мы все время забываем, что есть одна особенность. У нас с вами древние страны, тут коллеги углублялись чуть ли не в тысячелетия наших взаимоотношений, но очень молодые государства. И мы, к сожалению, зачастую болеем болезнями именно, что называется, подросткового возраста. И поэтому, кстати, я очень приветствую и считаю очень своевременной и конструктивной идею коллег грузинских по поводу создания такого движения. Объясню, почему. Восстановление нормального баланса в наших сердцах, в наших головах, а значит и в сердцах-головах нашего следующего поколения, это огромная задача, которую коллеги, мне кажется, почувствовали, что необходимо решать. Спасибо. Я надеюсь на то, что мы все-таки найдем общий язык и обязательно наши братья, тот же православные, ассетини, абхазы и другие кавказские народы, и даже не православные, потому что у нас в движении состоит 4-5 мусульманов, очень видных мусульманов, которые приняли нашу присягу, нашу движение. Но они поддерживают, что грузинское государство, оно должно оперяться на православных церковь. Я надеюсь на то, что вы правильно поняли нас, как сейчас модно Грузии говорят, месседж, основной месседж. И правильный итог. Спасибо, Тбилиси. Мы получили ваш основной месседж, и несмотря на то, что наша сегодняшняя дискуссия началась на повышенных тонах, я очень надеюсь, что в российско-грузинских отношениях будет меньше фобий, а больше взаимопонимания и честности. Спасибо.